Ну, что ж. Всем большой привет. Сегодня понедельник, 28 мая. С вами видеоканал Gaming Online, и у нас для вас готов очередной выпуск игровых новостей. Йоко Таро, известный как создатель экшена Nier Automata, выступил в защиту Battlefield 5, чей официальный трейлер уже набрал больше 300 тысяч дизлайков. В частности, мистер Таро рассказал следующее. «Между прочим, в Японии воинов превращают в симпатичных девушек, военачальников симпатичных мальчиков, любящих других симпатичных мальчиков. Мы делаем школьниц, катающихся на танках, и всё остальное, чего вам бы не захотелось». Игровой дизайнер недоумевает по поводу всеобщего недовольства женским персонажам, показанным в видео, и всём остальным, что вроде бы как нарушает историчность. И, нужно сказать, вторит ему стройный хор американских игровых изданий, которые настаивают на том, что показанное в видео рекламирует мультиплеер, где традиционно творится вакханалия, далёкая от реализма, но дизлайки всё равно продолжают поступать с завидным постоянством. Бывший руководитель BioWare Майк Лейдлоу, похоже, положил конец спорам на тему, что лучше – эпоха драконов Инквизиция или Ведьмак 3, заявив о том, что мир Инквизиции был пустоват и однообразен, и если бы он начал делать эту игру сейчас, то сделал бы мир таким, какой был в третьем Ведьмаке. Как ни странно, в геймерских кругах одно время кипел спор между поклонниками этих двух игр, которые доказывали, что одна лучше другой. И вот, пока из стана CD Projekt Red никто не сказал, что Ведьмака надо было делать в стиле Dragon Age в противоположном лагере, в таком желании признались. Конкретно, мистеру Лейдлоу понравилась кинематографичность Ведьмака, открытый мир, сложный квест и сюжетный ритм. И, цитата, «Если бы я мог вернуться назад, мы бы подошли ближе к The Witcher 3, однако нам помешал несбалансированный бюджет». Хотя есть мнение, если бы бюджет и помешал, то в очереди помешавших он был бы последним, а на первых местах стояли бы личности самих исполнителей. Как-то у них получится с будущей Dragon Age. PlayerUnknown's Battlegrounds. Проблемы с производительностью. Никогда такого не было, и вот опять. Нововведения, череда патчей, а также борьба с читерами сделали своё чёрное дело. Те компьютеры, которые тянули PlayerUnknown's в раннем доступе, на минимально комфортных показателях, теперь не справляются. Геймеры жалуются, замечая, что не такого релиза они ждали. Жалобы были подтверждены на деле. Шутер впервые за много недель опустился с привычного первого места еженедельного хит-парада Steam. Но, к чести Blue Hall проблему признали, теперь уже официально. Разработчики отмечают, что геймплейная комфортность состоит из трёх понятий. Производительность, оптимизация на серверах и борьба с читерами. Если одно из понятий перетянет на себя одеяло, где-то положение дел ухудшится. Тем не менее, новая карта под названием Sunhawk будет детализирована беспрецедентно, чем разработчики гордятся. Однако, как такая детализация отразится на кадровой частоте, неизвестно. Смерть популярного игрового YouTube-блогера Джона Бэйна, как оказалось, порадовала одного из ведущих разработчиков Mass Effect Andromeda, Дэвида Крукса, который, к счастью для BioWare, уже не является сотрудником студии. Однако, сам факт наличия такого персонажа в коллективе разработчиков говорит о многом. Конкретно, мистер Крукс сказал, что мир стал немного чище после смерти данного человека, и что, цитата, «мы избавились от мусора». Причина, по которой разработчик восплал ненавистью к усопшему, нещадная критика последнего в адрес Mass Effect Andromeda. Покойный неоднократно высказывался о графических багах и прочих недостатках игры. А ещё он осуждал деятельность главной игровой феминистки Аниты Саркисян, что в BioWare, видимо, также не одобряли. Правда, тут же выступил Кейси Хадсон, один из директоров студии, объявивший о том, что BioWare не имеет отношения к сказанному Дэвидом Круксом, и выражает глубокие соболезнования родственникам покойного. Microsoft анонсировала игру под названием Miami Street – условно-бесплатный гоночной симулятор для тех, кому серия Forza оказалась не по карману, и для тех, кто тоскует по Need for Speed World. Правда, Microsoft здесь лишь издатель и инвестор, а сделала игру всё же другая студия, некая Electric Squire, которая обещает «поразительную по реалистичности физику», которая как-то умудряется соседствовать с лёгким и интуитивно понятным управлением. Также в игре будет современная система динамического освещения, красивые пейзажи, внушительный автопарк, гараж с многочисленными возможностями, ну и одиночная кампания с мультиплеером вкупе. Всё это будет доступно на Xbox One и Windows 10, причём не только на ПК, но и на мобильных устройствах. Рыцарский Action Kingdom Come Deliverance получился одной из самых неоднозначных игр года. С одной стороны, мы имеем весьма неплохие оценки от геймеров, но с другой, даже те, кто хвалят игру, всё равно признают за ней кучу недостатков. Однако, несмотря на всё, Царствие Небесное продолжат улучшать, в том числе и за счёт новых сюжетных дополнений. В частности, разработчики представили так называемую дорожную карту, в которой указано, что игра получит три сюжетных DLC, новый хардкорный режим, новые турниры и мегапатч, исправляющий ошибки. И, что самое главное, всё это подъедет до конца года, а первое дополнение, под названием «Из пепла», будет показано уже на E3. Ну, и аналитическая компания Bitmain опубликовала отчёт об исследовании рынка персональных компьютеров, где, среди прочих комплектующих, отдельное место уделили видеокартам, которые, сюрприз, стали покупать меньше, чем в прошлом году. Если вкратце, то количество видеокарт на полках магазинов мира, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 3,4%. Немного, но, тем не менее, такого не было уже давно. Перелом в ситуации добавляет и тот факт, что спрос на видеокарты уменьшился на 10%, что как бы намекает на то, что снижение стоимости графических процессоров продолжится, несмотря на то, что многие магазины, и особенно крупные торговые сети, реагируют на такие данные с изрядным запозданием. Это были все самые актуальные, интересные и не очень игровые новости на текущий момент. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.